Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода GT Мой канал о моде и красоте, а также об умном шопинге Я думаю, что многие, посмотрев мои предыдущие видео А может быть это видео, кстати, выйдет и первым, даже не знаю Поймут, что это видео я записываю, почитав комментарии Я даже взяла с собой iPad, но он не соединяется с прекрасным интернетом Поэтому я перескажу тот комментарий, который я прочитала И подобные комментарии уже были, они были, скажем так, выражены в достаточно деликатной форме Поэтому я всегда говорю и действительно считаю, что любой комментарий отличный От мнения, где выражается мнение отличное от мнения автора Оно в общем-то приветствуется, потому что YouTube для меня лично это не что иное, как поисковик Поисковик того или иного блога, той или иной информации Где, в общем-то, люди и делятся этой информацией Безусловно, автор задает, чем он захочет поделиться Зрители могут обсуждать, они являются участником этого блога Вот для меня такова структура YouTube И больше, в общем-то, никак я YouTube себе не представляю А комментарий был оставлен, и подобные комментарии были оставлены Наверняка они будут возникать под моими другими видео Зачем так сильно усложняет себе жизнь, когда я рассказала, что я не чущу зубы зубной пастой Что я могу почистить их, допустим, глиной, допустим, куркумой, допустим, углем Мне было сказано, зачем возвращаться в прошлый век Я также рассказала, что я не покупаю шампунь, я не покупаю кондиционер Сейчас, мне кажется, мои волосы в последнее время очень хорошо выглядят Ну, по крайней мере, сегодня Кстати, мои волосы не зависят от того, практически не зависят от того, чем я их мою И чем я их потом обрабатываю Они зависят от влажности Вот если влажность сегодня пониже, то, соответственно, у меня будет шикарная прическа А если влажность повыше, то, в общем-то, там никакой ни формы, ничего не будет Там все будет очень сильно пушиться И вот подобные комментарии я очень жаль, что не могу соединиться Я бы его весь даже прочитала, потому что я отвечу на вопрос Зачем все это делать? Зачем все это я делаю? Первое, это, конечно же, экономическая составляющая Я человек, который прекрасно понимает, что зубная паста стоит, наверное, 3 евро Какая-нибудь классная, хорошая зубная паста, купленная у стоматолога Он тебе посоветует, говорит, это очень эффективно Ты никогда не можешь знать, он продает и получает процент с этой пастой Либо он действительно тебе ее искренне рекомендует То, в общем-то, какая-нибудь хорошая паста стоит все 5 евро В то время как литр хорошего, качественного кокосового масла, биосертифицирован Он будет стоить, ну, примерно 13 евро, 16 евро Если я не закажу его через интернет, не захочу ждать несколько дней А пойду и покуплю в ближайший магазин биосертифицированных продуктов Поэтому, в общем-то, экономическая составляющая для меня очевидна Литра масла мне хватит, чтобы чистить зубы, наверное, на всю мою жизнь Но также литр этого масла я могу использовать еще по другим, скажем так, фронтам По другим назначениям Я, например, считаю, что бритьем по маслу кокосовому ничего лучше и мягче быть не может Более того, это тот лайфхак, который взял мой муж Поэтому, помимо экономической составляющей То есть мой муж теперь может не покупать себе какую-то пену для бритья Какие-то средства специальные для бритья, для лучшего скольжения Я могу себе ничего не покупать для лучшего скольжения Также это средство экономит мне пространство То есть у меня стоит перелитая в некую маленькую баночку Это кокосовое масло, скорее всего, с дозатором Я могу выдавить на зубную пасту, на зубную щетку Я могу выдавить, да куда угодно Мне нужно все это выдавить Соответственно, вот такой вот объем заменяет у меня какие-нибудь 10 продуктов Которые могли бы поселиться в моем ящике, в ящике моего мужа Поэтому экономическая составляющая, а также то, что я экономлю пространство Для меня, очевидно, та же самая глина Я использую ее, мне часто говорят, что у вас какой-то странный начес У меня нет начеса, я не начесываю волосы Начес вообще очень травматичный Для таких волос, как у меня, он, в общем-то, убийственный, этот начес Поэтому я не использую начес Но глину часто использую И, соответственно, глину использую для мытья Если чувствую, что в этом есть необходимость Глину использую для интимной гигиены Я много раз рассказывала об этом Возможно, даже видео Все о гигиене девушек или гигиене для девушек Я тоже об этом рассказывала И это, в общем-то, не мои изыскания Это изыскание моего гинеколога, которому я очень доверяю И, на самом деле, очень доверяю У меня были ситуации, несколько, две жизни Две, связанные, точнее, с беременностями После которых, в общем-то, этому человеку я очень благодарна Я действительно очень доверяю Поэтому, в общем-то, вот такие вещи Они заменяют мне своим присутствием в моем доме Много других продуктов Но и также экономят мне огромное количество денег И я думаю, что в современном мире это очень-очень важно Зачем я должна пользоваться прокладками? Ну и, опять же, я не буду сейчас рассказывать Как чувствует себя, наверное, любая среднестатистическая женщина с прокладками В особенности в 36-ти градусную жару И что, возможно, чувствуют окружающие вокруг нее, вокруг этой женщины Либо как часто она должна посещать уборную Чтобы, в общем-то, все было в порядке Она чувствовала себя уверенно И чтобы никто из окружающих ничего не чувствовал И не догадывался о том, что у нее сегодня вот эти критические дни, как говорится Поэтому, да, я не покупаю прокладки Покупаю, точнее, купила себе одну менструальную чашу Которой мне хватит, наверное, до моего климактического периода Это совершенно точно Это, в общем-то, одна часть вопроса Экономия места, экономия моих собственных денег Но есть также другой фактор Который, наверное, превалирует над всем тем, о чем я только что сказала Скажите, пожалуйста, дорогие зрители Вы знаете вокруг себя, вы видите вокруг себя онкобольных людей? Я, к сожалению, да У нас в этом году случилась ситуация Я, на самом деле, хотела о ней рассказать, потом не стала Потому что у нас все-таки канал такой достаточно легкий и позитивный Я, в общем-то, за позитив в этой жизни, за то, чтобы его нести Потому что, ну, очень много всего можно увидеть И очень много всего происходит в реальной жизни Что заставит тебя, на самом деле, прослезиться и грустить очень долго И очень долго сопереживать Так вот, в этом году со мной случилась такая ситуация Я с мужем обсуждала Я говорю, а с кем приехала наша соседка? Говорю, у нее, ну, наверное, они развелись с мужем Потому что там другой мужчина И вот как-то такой разговор у нас произошел Через несколько дней я заметила, что Не он, не она, не их сын Не выходят в бассейну Что это значит? Это значит, что они избегают ультрафиолета И еще через несколько дней, когда я проходила мимо калитки Их, мы все соседи, у нас все открыто И мы друг друга видим Он разговаривал, этот мужчина, мой сосед По телефону И я его узнала Что это значит? Это значит, что я дней 10 не узнавала человека Которого я видела на протяжении многих лет до этого Не узнавала, потому что он без волос Он проходит химиотерапию И, соответственно, у него диагностировали рак Я помню, как в прошлом году Он был очень активным на собрании жильцов Выступал, предлагал себя Для того, чтобы проверить определенные там Бухгалтерские вещи, связанные с нашим кондоминимом Он был очень активен Я помню его как человека очень общительного Очень общительного, да И в этом году я увидела другого человека Настолько другого, что я его не узнала В прошлом году у моей соседки тоже Вот, скажем так, она тоже моя соседка Но ее ближайшее жилье к моему А он сосед через жилье У нее тоже обнаружили рак груди Ей 42 года У нее девочка родилась на месяц позже, чем родился мой Габриэль И я помню, как она ходила беременна Я приехала уже с Габрюшечкой Они позвали нас Она была огромных размеров с животом Я помню, как потом через месяц мы увиделись Габрюшечке был уже месяц А ей она была с новорожденной Аличи Я все это помню И вы не представляете, сколько вокруг меня Вот таких знакомых моих Которых я лично знаю Которые за последний год Которым за последний год диагностировали онкологию И опять же, возвращаясь к разговору с Сильвией С моей подругой, которая адвокат У которой муж Франческа Которая занимается фруктами и овощами Это очень серьезная тема Фрукты и овощи прежде всего И вообще то, что мы едим И то, что мы не едим Потому что основное подозрение у современных исследователей Почему так возросло количество И почему онкология стала вообще такой молодой Это, конечно же, наше питание И вообще то, чем мы пользуемся То, что мы наносим на свою кожу То, что мы вдыхаем Почему я не мою стиральным порошком? Ребята, помимо того, что это касается моей кожи Кожи моих детей Это то, чем я дышу каждый день Потому что у меня каждый день по несколько стирок Я не хочу мыться Мыть и убирать свою квартиру Тем, что я вдыхаю Тем, что трогают мои дети А потом берут в рот Это неизбежно Хотя гигиена у нас возведена Просто в рамках такого правила Я вам даже передать не могу Насколько я суровая мама Я ем очень аскетично Мой рацион бедный Мой рацион скудный Мой рацион аскетичный Потому что я стараюсь себя таким образом обезопасить Я хочу увидеть, как мои дети женятся Я хочу нянчить своих внуков Я хочу это делать с той энергией С которой я имею сейчас Поэтому вопрос Почему я возвращаюсь в первобытный век Он для меня очевиден Я возвращаюсь в первобытный век Потому что у меня нет выбора Я тоже хочу мыться быстро Наносить на волосы Иметь шикарную прическу Выходить и все Но я не хочу при этом задаваться вопросом А что туда положил производитель Я не хочу искать всю эту сложную информацию Анализировать ее При том, что я не химик И не биолог И никто По своему образованию Я не хочу быть таким потребителем Тех услуг и того товара Когда мне нужно получать еще образование В какой-то сфере Поэтому отвечая на вопрос А зачем все это нужно? Зачем в том числе Минимализм погружает Ну меня лично, наверное По мнению многих зрителей В какой-то первобытный век 200 лет тому назад Вот такой очень простой Потому что я считаю Что все это влияет на наше Прежде всего здоровье На здоровье тех людей Которых я люблю Поэтому я лучше буду Несколько дольше убираться Разводить свою воду с уксусом Разводить какой-то там шампунь Который нам предлагают на себя нанести Ну ладно, я его с водой нанесу Стекла помою Чем, в общем-то, я буду подвергать себя Некому повышенному риску Потому что та экология В которой мы живем И те био-овощи И биофрукты Которые я стараюсь покупать Они, в общем-то, растут в том мире В котором мы живем Который переполнен смогом Смог переполнен всей таблицей Менделеева Ну, я думаю, что, в общем-то Никому все эти вещи перечислять не надо Они достаточно очевидны Желаю всем моим зрителям Иметь возможность совершать осознанный выбор И прежде всего Прийти достаточно рано Когда еще не поздно К осознанию определенных вещей Это была Яна Скворцова Всем пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok